Легендарный иркутский вор в законе, снискавший славу в определенных кругах за свою честность, порядочность и справедливость. Сергей Бойцов, он же боец, один из немногих, который всегда держал свое слово. Как однажды о нем сказали, боец это цветок, выросший на бетоне. В свое время учителя пророчили ему блестящую карьеру ученого. Но судьба распорядилась иначе. Некогда замкнутый, но очень смышленый мальчишка стал завсегдатаем тюремных камер. Именно там он обрел свой мир, жестокий, смертельно опасный, существующий по своим законам. Этот мир принял бойца с распростертыми объятиями и сделал из него самого авторитетного человека современной России. Свою тюремную карьеру боец начал еще подростком. Впервые его осудили за кражу. Тогда ему дали год исправительных работ. Но исправляться он так и не смог. Через 4 месяца ограбил магазин. За ограбление он получил реальный срок. Впоследствии бойцов получил еще 5 судимостей. В том числе за хулиганство, незаконное хранение оружия, причинение телесных повреждений. Причем все преступления были совершены в составе группы лиц. Поэтому сроки лишения свободы были всегда внушительными. В общей сложности Сергей провел за решеткой 23 года. Сергей Бойцов был необычайно талантливым поэтом. Коротая бесконечно скучные дни на нарах, он занимался сочинительством. Боец очень много читал, преимущественно философскую литературу. А еще завлекал себя классиками. Однажды он отправил свой рассказ Евгению Левтушенко, в котором описал силу единства шпаны, собранной в толпу. Писатель тогда очень высоко оценил творчество зэка. Отрывок из произведения бойца. Учитесь управлять собой. Во всем ищите доброе начало. Испорясь с трудной судьбой, умейте начинать сначала. Споткнувшись, самому вставать. В себе самому искать опору. При быстром продвижении гору, друзей в пути не растерять. По некоторым данным, прочитав творение Евтушенко, где тот слегка с пренебрежением отозвался о своих молодых земляках, мол, юные зимовчане смелы, лишь когда собираются толпой, боец сочинил поэтический ответ Евгении и отослал его адресатуру. И получил весьма необычный ответ. Поэт высоко оценил способности Сергея и посоветовал тому развивать свой талант. Учеба давалась бойцу крайне легко. Помимо общеобразовательных предметов, он увлекался внешкольными дисциплинами, в частности, философией. Книги он искал в местной библиотеке, а изучив их, любил подискутировать с окружающими на волнующие его темы. Поэтому ни у кого не вызывало сомнения, что Сережу Бойцова определенно ждет какой-нибудь вуз. Но, как это часто бывает, положительные качества перекрываются одним поступком. Бойцова уличили в краже. Но на этот раз в суде поверили положительные характеристики юного арестанта, выданной из школы, и решили, что и произошедшая случайность. И подобного больше не повторится. В итоге присудили ему в качестве наказания только исправительные работы. 9 марта 1978-го Сергей Бойцов ввязался в кровавую драку. По некоторым данным, молодой человек вступился за свою девушку, которую пытались обидеть хулиганы. Однако сам попал на скамью подсудимых по статье 206 УК СССР «Хулиганство». Кроме того, положение парня усугубило то, что при задержании у него обнаружили пистолет. Где боец разжился огнестрельным оружием, он пояснять отказался. Приговор суда, три года лишения свободы, не вызвал у него никаких эмоций. Но случилось так, что на волю он вышел лишь через 20 лет жизни. Оказавшись за решеткой, боец умудрился организовать бунт в колонии. Всего за год Сергей обзавелся большим авторитетом среди арестантов. Те зауважали его в первый же день, когда он содрал с роба нашивку с порядковым номером зэка. И отказался от всяческих контактов с администрацией. В момент, когда сокамерники бодой перечисляли заглянувшим в камеру надзирателям свои статьи УК СССР, бойцов стоял молча, а прямые вопросы к нему просто игнорировал. Работать арестант также напрочь отказывался. За такое неповиновение боец был неоднократно бит и подолгу гостил в карцере. Но каждый раз, возвращаясь в камеру, он брался за старое. Кончилось все тем, что арестанты, воодушевленные таким примером, решили массово поддержать уважаемого ими бунтаря. Восстание было успешно подавлено, а зачинщик снова попал под суд. Поскольку во время тех событий были серьезно ранены надзиратели, в качестве подарка к Новому году бойцов получил солидную прибавку к сроку – 15 лет. Этот приговор был оглашен в Иркутском областном суде в 1979. Вскоре после вынесения сурового вердикта случилось еще одно неприятное для арестанта событие. Его перевели в так называемую «Тобольскую крытку» – одну из самых страшных тюрем СССР. О зверствах, которые творились в ее застенках, в преступном мире ходили легенды. По слухам, осматривая прибывших новичков на предмет проноса запрещенки, тюремщики могли запросто вырвать у зека золотые коронки. Путешествие в карцер, которое и так лишено всякой радости, в Тобольской тюрьме и вовсе напоминало пытку времен Инквизиции. Прибыв в Тулун, боец уходил на знаменитый в исправительном учреждении четвертый этаж, выделенный тюремным начальством под непокорных преступников, в том числе и под воров законных. В отличие от Тобольской крытки, там были свои методы. Например, боец неоднократно пробегал штрафную дистанцию, расстояние от своей камеры до первого этажа через строй специально прибывших ОМОНовцев, задача которых состояла в избиении бегущих арестантов резиновыми дубинками. Однако, несмотря на это, именно в Тулунской тюрьме бойца ждало долгожданное событие. Его короновали воры в законе. Случилось это не только благодаря его 15-летнему, безупречному для воровской касты тюремному стажу, но и знакомству с патриархом уголовного мира Вячеславом Иваньковым, япончиком. В 93-м боец был переведен в знаменитую тюрьму Владимирский Централ. Там за него взялись новые силы и усердия. Тюремщики поставили себе задачу прицельно сломать именно этого вора, слухи о несгибаемой воле которого ходили по всем тюрьмам и колониям. Зная, что боец на контакт с назирателями однозначно не пойдет, те придумали способ, как почаще применять санкции к непокорному арестанту. Его принялись постоянно назначать дежурным, в обязанности которого входило оглашать количество зэков в камере. Само собой, боец даже не собирался подчиняться, каждый раз делая вид, что не замечает вошедших тюремщиков. Тем только того и надо было. Раз за разом его скручивали и выдворяли в карцер на 15 суток. А как только срок наказания истекал, боец снова назначался дежурным. И все повторялось вновь. Помимо противостояния тюремной администрации, боец успевал решать рутинные вопросы в криминальном сообществе. Во Владимирском централе он пользовался огромным авторитетом. И даже находясь в карцере, умудрялся разрешать проблемы арестантов. Также он стал крестным отцом знаменитого вора в законе Александра Северова, Саши Севера, друга певца Михаила Круга, которому тот посвятил свою самую знаменитую песню «Владимирский централ». Оказавшись в столице, вор в законе времени зря не терял и принялся заводить полезные знакомства с местными авторитетами, мечтая, что со временем он сможет собрать свою армию, вернуться в Иркутск и все расставить там по своим местам. Однако даже в Москве бойцу не удалось скрыться от киллеров. Смерть подстерегла его 20 февраля 99-го на Мосфильмовской улице. Накануне боец и его охранник Андрей Верещагин прибыли с дружеским визитом к знакомому вору в законе, у которого решили заночевать. Утром они вышли из подъезда и направились к своей машине, совершенно не обращая внимания на припаркованные неподалеку Жигули и БМВ. Как оказалось, зря. В салонах этих авто сидели бандиты, которые, едва завидев цели, открыли по ним шквальный огонь. То, что действовали не дилетанты, а профессионалы, стало ясно сразу. Рукоятки оружия были обернуты мятой фольгой, с которой невозможно было снять отпечатки пальцев. Убийц бойца так и не нашли. Похоронили вора в законе на Новоленинском кладбище в Иркутске. На его могиле установлен обычный, без лишнего пафоса памятник с надписью «Помним, любим, скорбим». Также плита венчает могилу погребенного рядом с шефом телохранителя Андрея Верещагина. Впрочем, при жизни боец успел воздвигнуть себе другой памятник – нерукотворный. В сети по сей день гуляют стихотворения, которые нередко цитируют как поклонники бойца, так и те, кто понятия не имеет, чем на самом деле был славен всякий бойцов.